Храм апостола Фомы Благодаря отсюда Нилу Сысоеву Известен далеко за пределами Москвы Его активная миссионерская деятельность Несмотря на трагическую смерть священника Не только не пропала, но и приумножилась Многие молодые люди выбирают именно этот храм Чтобы учиться непростому искусству миссии Наше первое знакомство с молодыми проповедниками Началось с девушек в необычных головных уборах Сшитых, как оказалось, своими руками На самом деле это сложновато Потому что когда прошиваешь, они, конечно, все уезжают Очень сложно Но потихоньку, потихоньку, главное терпение Мы поедем в Сарицыно И там будет православная ярмарка И мы там будем их продавать Для того, чтобы у нас потом были деньги для миссионеров Чтобы они могли ездить и проповедовать Пока под проливным дождем Миссионеры готовятся к уличной акции Мы стараемся понять подробности происходящего Еще у нас есть миссионерский центр В котором учатся миссионеры Мы учимся год Вот я сейчас только поступила Там преподают основу православия О том, как нужно проповедовать Христа Как с людьми общаться Как подойти Что как нужно И у нас очень много практики Потому что без практики нельзя научиться проповедовать Практика дня сегодняшнего Выезд с татарской палаткой На православную ярмарку в Царицынский парк Сборы не занимают много времени Основное оружие миссионера Знание Библии Но и сопутствующая литература Здесь не будет лишней Мы тратим миссионерского направления Например, божественное направление Современная наука Да, эволюции Вот нам сектанты пожертвовали Вот здесь пять тысяч новых заветов На киргизском Пять тысяч новых заветов на таджийском Это вот здесь Пять тысяч новых заветов на татарском языке Там очень наш Говорит, где в радость А почему именно татарская? А у нас при храме есть татарская община православная Татар, обратившийся из славы в православие У нас проходит молебна на татарском языке Раз в месяц Там собирается эта община Молимся о заблудших Проходящий мимо русский человек Может быть, очень удивится Глядя на такую палатку С загадочным восточным рисунком И с непонятными словами Но если бы здесь был татарин Он бы в замешательстве остановился И долго бы читал эти строки Потому что здесь, таким образом В непонятных словах Написана молитва Святому Духу Который действует Вне зависимости от национальности и языков Яркая раскраска палатки Книги и открытки с восточным орнаментом Все становится поводом для разговора Это не работа И даже не отдельное служение На деле, миссия Она захватывает до такой степени Что она Просто Ты уже живешь этой жизнью Сначала Просто тебе интересно Что там так вот Рассказывать людям Общаться с людьми Чтобы они узнавали что-то новое О Боге Пока это Как хобби А потом, когда ты становишься Все больше и больше в это втягиваешься Получается, что ты уже не можешь Поддерживать другие темы Для разговора с людьми Ну, конечно же Миссионер Он должен, как и все православные христиане Ходить постоянно в храм На все праздники На все благослужения Когда ты ходишь чаще в храм Когда ты исповедуешься Прочищаешься Ты очищаешь свою душу от всего И ты получаешь силу Для того, чтобы делать добрые дела И ты просто не можешь Тебе уже хочется Для других делать хорошее что-то Потому что Бог Он тебя подталкивает Он тебя ведет Он тебе подсказывает Показывает, что нужно делать То есть любовь Одна из пунктов Любовь А что необходимо Миссионер Это, конечно Нужно немножко быть сумасшедшим Ну, это правда, юродиво Потому что Человек такой Очень рассудительный Он такой Ну, как бы Не хочется ему показаться глупым Там какие-то Знаешь, по улице Ходишь, представишь Здравствуйте Вы в Бога верите Вы сектанты Нет, я говорю По родцам То есть, всегда нужно немножко Быть такими нормально Естественно, что Миссия Она требует Каких-то финансовых средств Например, отправить миссионера В Туву, например На это же нужны деньги На самолет Обратно его оттуда забрать Тоже нужны деньги Вот Издавать, например Пятый материал Листовки О Господе Причастие Для некрещенных людей Книги миссионерские Издавать Это все-таки Естественно Нужны средства какие-то Мы используем Как возможность Немножко Заработать На миссионерскую деятельность Все уходит У нас на миссию Все равно Подготовительный Палаточный период Закончился И на следующий день Началась настоящая работа В штабе Где лежат Библии На всех языках Проходит рабочее заседание На нем Миссионеры Распределяют дороги По которым Вынесут Слово Божие Среди московских Многоэтажек К одной из групп Присоединились И мы А сейчас Куда мы направляемся Сейчас мы направляемся Прямо Организация Свидетелей Иеговы Пообщаемся с ними О вере Спросим Во что они верят И будем задавать Им некоторые вопросы Посмотрим Как они На них ответят С точки зрения Именно Библии Священного Писания А ты с ними уже общался Вообще Ну конкретно В этой организации Да я был Несколько раз Довольно-таки Уклончиво Они как-то Уходили Убегали Закрывали двери Посмотрим Что они сейчас Нам скажут Смотрите пожалуйста На сегодня День Сказать закончено Доброе В другое время Ребята Извините Проходите Извините Вы не готовы К диалогу Считайте Что мы никогда Воскресенье У нас сейчас встреча Идет Я хочу питаться Духовной пищей Они Хотят Вы заходите Или вы Вместе Они с вами Всего доброго Они очень Испугались Камеры Когда им Предложили Старейшину Максим Который Только что Выглядывал Действительно Уже Как бы С самого Диалога Видно Что К самому Диалогу Они не готовы Такое Обращение Не смутило Ловцов Человеков И не заставило Повернуть Руль В сторону Дома Мы сейчас Едем В парк Коломенское Там Находится Языческий Камень Множество Православных Людей Которые Ходят Поклоняться Этому Камню Просят К него Детей Здоровья Здесь В московском Городском Парке Коломенское Есть живописный Уголок Где на поверхность Земли Вышли Две монолитные Каменные Породы И хотя На табличке Рядом с камнем Сказано О его физических Свойствах И ничего Не сказано О мистических Сюда толпами Идут люди Для кого-то Это место Получения Высших Энергий А для миссионеров Отличное место Для проповеди Прохожие Останавливаются У этих камней Подчинясь Гендерному Принципу Один камень Мужской Другой Женский Главное Не перепутать Я считаю Это вообще Что вы думаете Да мы первый раз Сами вот пришли А почему пришли? Кто-то сказал? Ну да Где-то прочитали просто Потому что гуляли И сегодня вспомнила Что здесь должны быть Камни интересные А чем интересные? Ну и гусь камень Это гусь по-моему Да камень Это мужской камень И рядом должен быть женский А что это значит? Мужское и женское здоровье Ну на нем надо посидеть Вроде как И что? Ну вроде как У них магическая сила есть Это же камень Прогуливающиеся в этом Отдаленном уголке парка люди Отборная целевая аудитория Наших миссионеров Один простой вопрос Может моментально превратиться В философский диспут И часто Не в самых сдержанных тонах Библию Вы библии доверяете? Нет Я сам почитаю Знаешь Библию сочиняют такие же люди Как мы с вами Да А церковь ничто не значит? Значит Ну она даже там внутри человека Быть Церковь внутри А почему вы подходите к камню Какого-то бездушного состояния? К камню Ну Как бы Все Знаете Все Имеет свою энергетику Скажем так Все Вопросы в коренном Богом То есть И это не просто так А кто управляет этой энергетикой? Кто управляет этой энергетикой? Управляет То Бог Кто еще управляет А как же получается Что вы можете ее добровольно взять Значит И у вас кто-то ее может Так же точно взять Конечно Запросто Так а как же тогда Уберечься и жить в мире Если И при чем здесь Бог тогда Если он управляет энергетикой? Бог-то Бог Но будь сам неплох Молодому миссионеру Нужно уметь распутывать Совершенно неожиданные клубки Из учений Суеверий Религий И когда не хватает Ибо открывается гнев Божий с неба На всякое нечестие И неправду человеков Подавляющих истину неправду Ибо что можно знать О Боге Явно для них Потому что Бог явил им Ибо невидимое его Вечная сила его И божество От создания мира Через рассматривание Творей невидимы Так что они безответны А который Благословен вовеки Аминь А как вы считаете Не нужна ли какая-то Здесь Опять же К этому камню Возрешается просто Как пример Подкованность Вот например Человек говорит А что вы-то знаете О камнях Об энергиях Земли То есть о каких-то Даже биологических Свойствах А вот Что требуется От миссионера Ну вот По слову Существом Мощника Философа Вообще Православные Христиане Должны постоянно Заниматься Образованием Должны постоянно Учиться Потому что Мир не стоит На месте И чтобы Современный мир Чтобы его Как-то обращать К Христу Необходимо Знать Очень много По крайней мере Даже вот Философика На которой Стоит современный Мир Да там Маркса Там Фрейда Нужно знать Не знаю Очень тяжело С современным Человеком Обобщаться Чтобы разговаривать С ученым Необходимо Иметь вот Его Какой-то Ну По крайней мере Словарный запас Да Чтобы с ним Разговаривать Логика Миссионеров Которые не боятся Нарушить Спокойствие Людей С одной стороны Противоречива С другой Очень проста Точка зрения Что Бог придет Кого надо Да Или там Бог сам Кого надо Приведет Вот Это точка зрения Знаете Кому надо Бог милостыню Сам подаст И кого надо Бог сам накормит Вот И кому надо Он в больницу придет И в тюрьме посетит Это примерно такая Позиция получается А Вот Врываться В чувое пространство Тут Можно понять Простую вещь Что христианин Он должен отделять грех От грешника Есть человек Мы должны его уважать Да Но мы не можем уважать Его ложные заблуждения Мы понимаем Что если он придержится Этих С их ложных заблуждений Он просто погибнет И мы обязаны вмешаться И Здесь уже как Как это сделать Это уже Проблема миссионера Это искусство То есть подойти к человеку И Сделать так Чтоб он тебя слушал Это искусство Искусство проповеди Учат в просветительском центре Имени Даниила Сосоева Кузницы Молодых миссионеров Но я чувствую в себе Именно желание Как-то нести Слово Божие И с чего это выросло Я просто Рос с одной стороны В православной семье С другой стороны В полном окружении Люди неправославных Видите При этом Мне как-то всегда Было очень жалко этих людей И мне казалось Что Почему Вот мне повезло Я родился В православной семье Я так вырос Я как-то это впитал С молоко матери А вот Этот человек не верит И вот кажется Что и человек-то хороший И все в нем есть Ну может быть Чего ему не хватает Почему Я понимаю Он нет И вот сюда Мне как-то Я думал Как вот подобрать Ключ к этим людям Что нужно такое сказать Как донести Я же чувствую Я же знаю А почему Они не могут так же И это так важно Просто иногда Сказать какие-то Совершенно простые слова Совершенно понятные Человеку Сказать Чтобы он услышал То, что Так давно хочет услышать Вот И я конечно Очень надеюсь Что я когда-нибудь Тоже научусь Вот о Боге Говорить именно так Чтобы это Доходило И проникало До каждого человека Вообще К миссии Как бы Все признаны Или это Для Особенно Ну Сказать Что все признаны Нельзя Есть в церкви Разные служения Да Там есть Пастерское служение Есть там Служение Там апостольское Евангелисты Там И так далее Есть кто-то Кто говорит языками Кто-то толкует языки Как говорит апостол Павел Поэтому Наверное Не каждый Такому служению Призан Но Апостол Петр Говорит Что всякому Тебующему Отчету Вашему правованию Дайте Ответ Скортости Благовении То есть В любом случае Каждый христианин Должен Уметь Ответить на Возражения Еретиков Допустим Концепция Миссионерской деятельности Русской Просланной Церкви Она Каждого христианина Обязывает Вносить Какой-то Оплёный Вклад В дело Миссионерского Служения В связи С теми Какими-то Его личными Качествами Которые у него есть Под надзором Духовников За окнами Храма Святого Апостола Фомы На Москву Спускается Ночь Этот день Я провела С миссионерами И я не знаю Сумели ли мы Сегодня Донести До людских Сердец Живое Слово О Боге Но если Не делать И этих Маленьких Шагов Никогда Не узнаешь Размеров Пашни Которая Еще Ждет Своих Сеятелей Редактор субтитров А.Семкин